Тоже не видел ни разу ландруида, полностью с тобой соглашусь. Никс Ассасин еще появляется для форвард гейминг. Вот Никса я тоже, кстати, не видел. На южноамериканских квалификациях, на североамериканских также. Ну, посмотрим, посмотрим, как этот герой себя проявит. Пока все самые метовые герои в бане, стоит отметить. А вот Урди Вавр, тот же самый фильм. Я уже его видела и в Азии, и вот здесь приходится. И причем ставили его вполне намеренно и на пятерку, и на четверку. И здесь может случиться то же самое. И причем ЦК тоже приходилось видеть довольно часто на третьей позиции, где он довольно быстро выходил именно в коры. То есть это была фармящая третья позиция со всеми вытекающими. Так что вполне может быть и то, что форварды сейчас возьмут кого-то еще на первую себе позицию. Лондрейд может пойти на мид для Ивара, а ЦК пойдет дальше. Ну, пока просто я не вижу героя для без Алюшина, кроме ЦК. Но может еще что-то доберется. Но на деле это будет не очень хорошее решение. Это будет жадновато, на мой взгляд. Потому что Тим Тим вообще ничего фармящего пока не взяли. Ну вот у форвардов вообще есть такая довольно-таки хорошая вариативность пики. То есть они могут поставить сейчас себе какого-то пятого героя и расставить линии так, как им захочется. То есть что Кэлс Найт может быть даже там с аппаратом четвертой позиции. Нави буквально на квалификациях играли с ЦК четверкой. Никс Ассасин тоже может быть и четвертая позиция. Там и в тройку, если сильно захотеть, его тоже можно отправить. В конце концов на мид, если вдруг там появится какая-нибудь пугна. Хотя я уверен, что она не появится от команды Тим Тим. Посмотрим. Посмотрим, что интересного они себе еще придумают. Да, это такой пупей стайл пика, где до последнего непонятно, кто куда пойдет, потому что каждый может пойти куда угодно, как ты сейчас правильно сказал. Но я пока все-таки буду склоняться к тому, что возьмут... Ага, террор — это хорошая ответка. Это такой серьезный, стабильный кэрри. Тут дополнений может даже каких-то не потребоваться. Можно взять четыре активных персонажа, чтобы была возможность играть 4 плюс 1 с террором. И он, выформив один, возможно, даже передавит вражеских кэрри. Хотя вот, видя то, что сейчас взяли форварды, у них есть СК, у них есть лондруид. Это хорошая возможность попушить линии с иллюзиями. По крайней мере, потолкать точно, может, будет какая-то возможность. Но если они сейчас не возьмут себе что-то третье на пуш, вот пока не буду предполагать вообще ничего, потому что это может оказаться любая позиция, то они будут пытаться перепушить террора. Если они возьмут что-то на фарм, то попытаются его перефармить, потому что все-таки хотя бы три кэри одного делать должны. Хотя терроры и всякие читеса могут сделать, даже до 25 уровня. По сути, в правильных руках он может стать чуть ли не бессмертным. Хотя контроля здесь много. Сложно будет, на самом деле, перепушить команду Team Team вначале. Тут и Darkseer, и Джакира, и вместе с Starblade'ом они все равно будут приходить, там, буквально пару раз плюнет Джакира, и с метаморфозой вышку очень легко сломать. Тут все будет зависеть действительно от того, как нафармят в самом начале, и пока я скажу, что мне, наверное, больше именно на стадии лейнинга нравится пик команды Team Team. Вот не вижу я пока героя против Darkseer, который будет прям очень хорошо смотреться на легкой линии. Видел часто Doom Bringer'ы, которые его пикают, и он абсолютно спокойно стоит на линии против Darkseer 1, добивает абсолютно всех крипов, с Devour'а еще дополнительное золото получает, но здесь Doom как-то уже не особо вписывается в пик команды Forward Gaming. Ну, вот очень хороший бан сейчас сделали форварды, это Кунка. Как раз хотел сказать о том, что у них есть стяжка, есть много дэмэджа по области, но не хватает какого-то более верного, что ли, Стана, и Кунка был бы хорошим вариантом. Возможно, придумать что-то на мотив Манки Кинга, наверное, хотя это рискованно по-своему, но против Лондорида он должен хорошо постоять. Может еще... Вот хотелось бы ОД сказать, но он тоже уже в бане. Но я думаю, что здесь в любом случае это будет какой-то Сэмми Кэрри, террор один. Хоть, конечно, и хорош, но параллельно есть очень много ресурсов на карте, чтобы вынести еще кому-то какие-то слоты. Причем Darkseer очень часто, замечая, оставляет соло, он спокойненько соло стоит. Абсолютно без проблем там заходит за Т2-вышку, фармит крипов там. Из трех Darkseer, которые мне приходилось видеть в этом патче, они все трое так делали на прост-сцене. И, соответственно, там какой-то Кэрри или Хардлейнер, как поставятся форварды против Darkseer, будет стоять и под вышкой своих крипов добивать. И все будет хорошо. Хотя, по сути, сейчас у форвардов нет такого персонажа, который мог бы танковать этих крипов под Тавером. И это все спокойно терпеть. ЦК все-таки, несмотря на все свои плюсы, нуждается хотя бы там в парочке уровней, чтобы так делать. Забанили Квапу и все-таки рассчитывают на то, что это будет Лондруид. Не медовый, видимо. Хотя Квапа тоже в Харду может пойти. Ну почему? Взяли Рейзер себе, Тим Тим. И, в принципе, против Лондруида это довольно неплохой пик. То есть Рейзер будет высасывать урон из мишки и в итоге абсолютно спокойно выстаивать, как минимум, первые минуты. Посмотрим, что форвард все-таки планирует себе пикнуть. Возможно, они сейчас действительно хотели взять себе мидера, но как-то это маловероятно смотрится. Кипер Взялайт все же идет только лишь на четвертую позицию. Каус Найт у нас 100% будет кем-то из первой, второй, третий. И на третий он смотрится, наверное, хуже всего. И на вторую тоже. Ну, смотря как. Пока, может быть, плоховато ему на третий будет против... А против кого? Он на линии будет стоять против Террора. Он его попинает, да, пока будет метаморфоза. А дальше уже должно быть поспокойнее. Джакиро, он поначалу довольно медлительный. Так, это Мирана. Мирана, скорее всего, для Евара все-таки. Да, это Резолюшн для Лондруида и Резолюшна. Юниверс возьмет себе ЦК, и Евар будет играть на Миране. Но это его персонаж. По сути, в форвардах никто, кроме него, на Миране не задвигает. Третья позиция ЦК. Очень жадный выбор. И, видимо, будет игра затягиваться все-таки. С Террором придется бороться именно деньгами. Да, вот не верил-не верил я до последнего в Коснайт на третьей позиции. Но, действительно, это оказалось так. Мне нравится пик форвардов. Учитывая, что у них Keeper of the Light и Никс. И, по сути, это как раз-таки та самая дабла суппортов. Но саппорты получаются довольно-таки жадные. С одной стороны, но будет под хилл. И, в конце концов, действительно, форварды смогут хоть каким-то образом своего Коснайта такими темпами сейвить. Что ж, увидим. Увидим, что будет далее. На Джакира, насколько я понимаю, у нас должен быть... Должен здесь сейчас X-Mike. Вообще, немножечко рассказать все-таки про команду Team Team. X-Mike это очень олдовый игрок. Вот прям самое что ни на есть олд. Играл давным-давно еще с первой доты. И показывал довольно-таки неплохие результаты там. Но вот во второй доте ему как-то особо пока не везет. Вот, заработал за все это время около 30 тысяч долларов в целом. Вот в таких более-менее средних миксах. Но в какой-то момент играл в 2013 году в команде Liquid. И там... Ну, Liquid на тот момент еще была американской организацией, если ты помнишь. Это да. С этой организацией, конечно, выделили несколько интересных турниров. Ну, так не поправится. Не, ну, сами Team Team тоже не стоит их списывать со счетов. По американским меркам это довольно опытная команда. Они на своих региональных турнирах участвуют в этом сезоне. Там кое-что даже успели бы выигрывать. Поэтому, ну, инвайт в закрытых валах вполне понятен для них. Потому что, по сути, Северной Америке больше негде светиться, кроме как своих турниров и как раз DPC турнирах. Потому что далеко не все вообще турниры предоставляют квалификации для Америки. Иногда просто дают инвайт Evil Genius, если на этом сдаются. Знаешь, наверное, все, что хорошо в пике форвардов, стоит отметить, что у них есть возможность драться, игнорируя этого Razor. У них в любом случае больше одной цели, наносящей физический дэмэдж с руки. То есть у всех дэмэдж откачать не сможет Razor. Ну и плюс есть и какой-то магический прокаст. Мирана спокойно может и за счет Star Storm'а драться. Как-то Лондруид вместе с Медведем, опять же, это два юнита больше, чем один. Ну и ЦК со всеми вытекающими, со своими иллюзиями также может что-то ему противопоставить. То есть Razor проблемой стать не должен. А вот по поводу Серрора, вот он типично, вот в какой-то резолюшеновской манере решил сходить в МИД. Самибой такой он любит, то на МИДе, то на Кэрре позиции постоять. И вообще у них все бы пошло хорошо, они могли бы даже выйти в сетку венеров, но они почему-то в групповой стадии упорно не хотели отказываться от визажа. И в итоге две катки с визажом подряд сыграли против стака Энви. И, соответственно, две катки прииграли. Причем вот вполне понятно из-за того, что стратегия через пуш визажа им закрыла дорогу вообще куда-либо. Не то чтобы в МИД-гейм, но и шансы какие-то на лейт пропали. Вот вы все говорите про визажа, я так часто его вижу на первом стриме, но сам еще ни разу просто не посмотрел на то, как с этим персонажем сейчас профессионалы исполняют. К сожалению, вот так мне, видимо, не везет. Но хотелось бы увидеть. Ничего не меняется. Персонаж абсолютно, наверное, одинаковый в плане реализации стратегии, что в прошлом патче, что позапрошлом, просто берешь его и начинаешь пушить, как только у тебя появляется шестой доминатор и там какие-то еще плюшки небольшие. Так, кстати, форварда три руна забирают. То есть, ну, скучно довольно игра. Если ты захватываешь преимущество и тебя подпускают хайграунд, то ты с ночью хайграунд выиграешь игру. Если не подпускают и у противника есть хорошая ответка на лейт, то затягивают игру и выиграют. Очень понятный персонаж и поэтому, наверное, непопулярный, потому что все-таки слишком ясно, чем с ним бороться. Поэтому чаще всего визажи на ласт пик заезжают, если у команды он закрывающий, чтобы нельзя было что-то придумать против него заранее. Ну что, пока у нас визажа в катке действительно нет. Смотрим на то, как расставили линии игроки, соответственно, форвард гейминг. Все же отправились Никс Ассасином плюс Лон Друидом на бот. Резолюшин играет на Лон Друиде и Никс Ассасин, соответственно, SVG наверху. Уже Юниверс довольно-таки неплохо пытается... Нет, нет, пока плохо пытается ласхить. Я действительно ни одного крипа не добил. Хотел его похвалить, но, видимо, рано. С Ассасом они стоят против Розора и Джакира. Но здесь линия будет не самой легкой для Юниверса. Формить ему не дадут. Ну, просто два рейнджа стабильно против одного милишного кэри и вот этого котла, который мало что может сделать пока что. Он вкачал себе бланин-лайт, возможно, для того, чтобы как-то задолжить нападение. Возможно, там был выход на рунку именно с каким-то шансом нападения, который они хотели заявить. Ну и пока нету волны, и вообще отбиваться нечем, кроме как ударов с руки. Когда волна появится, уже придется быть чуть-чуть аккуратнее, потому что все-таки крипов пушить под тавр постоянно не та вещь, которую хотелось бы Юниверсу здесь увидеть. Поэтому линия будет тяжелой. Не факт вообще, что на эту линию какие-то ставки делаются. Опять же, помним, у нас два фармящих персонажа и на двух других линиях. Поэтому если там что-то Юниверс себе не донесет, бог бы с ним. Самое главное, чтобы экспал была. Чтобы был стан, чтобы был рифт, чтобы был фантазм. Ну и причем еще довольно-таки важный момент. Сейчас продолжается вот эта вот Медасовая лихорадка. И такое ощущение, что Лондроид будет делать себе Медас на легкой линии. Да, он у него уже есть в Квикбайе. Ну вот просто на всех героев в последнее время собирают Медас. Что это такое, я просто не понимаю. Скорее всего, Медас должны немножко фиксить в следующем патче, потому что слишком уж этот артефакт стал востребованным на профессиональной Дот-2 сцене. Ну вот, казалось бы, ничего в нем не менялось уже сколько времени. И решили его начать брать. Это вот именно тот предмет, о котором в какой-то момент вспомнили. Такое очень часто случается и с героями, и с предметами. И теперь он здесь. Да, действительно, его брали. Статистика вчера была. Сегодня она уже, наверное, не актуальна. Все-таки игр много прошло. Из 260 игр в 180 Медас собирался. Но ясное дело, что в некоторых играх по 2-3 Медаса может быть. Здесь понятно, что все равно ощутимое количество матчей с этим предметом проходили. И сначала я смотрела Азию и думала, что эта фишка исключительно азиатская. Но нет, во всех регионах одинаково этот предмет полюбили. Ну, отчасти это связано, наверное, с популярностью того же самого Дарксира, который на линии стоит. И вроде как, если ты берешь себе какого-то плотного персонажа, который Сан Шелла может дэмэдж принимать, то ты фармишь и нафармливаешь себе на этот Медас довольно рано. То есть, в принципе, сейчас для Лондруида это очень хорошая покупка, потому как появляется рано, в принципе, никаких проблем ему не приносит. В плане того, что если он... Ну, есть, например, какой-нибудь Сларк, да, который стоит на линии. Если он себе не собирает, там, два Врейсбэнда, например, то он стоит на линии плохо. То его начинают уже пробивать. А Резолюшн сейчас просто стоит один, ему никто не мешает, и он себе сделает этот Медас, и, соответственно, никаких последствий ему не принесет плохих. Ну, у меня теория немного другая на этот счет. Кстати, сейчас Никс немного припугнул Тераблейда. У него форма закончилась, поэтому он действительно боится двух станов, которые в него могут выдать. Сейчас укрепили вышки все-таки, вернули им немного армора, который в прошлом патче отняли, и поэтому игра немного затягивает за приори, потому что более армированные вышки пробивать будут дольше. Ну и плюс увеличили расстояние по опыту между некоторыми уровнями, и, соответственно, уровень набирается тоже медленнее, когда дело уже заходит за десяток. И, то есть, ты уже с большей вероятностью должен будешь вынуждить выходить в лейт, и чем раньше ты выйдешь в лейт относительно своего соперника, тем больше шансов у тебя будет на победу. Ну и просто вопрос вводится к деньгам. Кто быстрее нафармит, тот и молодец. Поэтому я думаю, что до следующего патча вполне Медас может быть актуален, и каких-то фиксов до него, ну, нет смысла придумывать, в принципе, ничего это не меняет, это не имба, это не какой-то чит, ну, такой легальный чит. Это просто предмет, о котором решили наконец-то вспомнить. И хорошо, все-таки на одном и том же играть было бы скучно. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше. Упас, сами бой, последний удар остается, Ивар забирает первую кровь, но это было довольно ожидаемо. Слабоват выглядит террор в соло против такой опасной кошки. Да, вообще, действительно, просто пушить ты не можешь уже так быстро, и тебя спушить, соответственно, так же спокойно не могут. И поэтому, что антимаг, там, что какие-нибудь другие затяжные, то есть лейтовые герои, они действительно входят в Меду. Так, ну что дальше? Нью Шам. Попытался закатиться там в МСС, и МСС просто моментально прожимает Блэдинг Лайт. Действительно, очень правильно сейчас ее используют. Так бы его, может быть, и догнали там, как минимум пробили бы, если бы не убили. И опять три роны против одной. Так, еще и Роя буду цеплять. Попытался сюда закатиться, как-то помочь земель. Получилось, кстати, пока что-то сделать. Роя, у него остается еще какое-то количество хитпоинтов, а вот Юниурс пострадал, он погибает, и причем много дэмэджа у Роя откачанного есть, и было бы чуть больше ХП, он бы, наверное, и попытался выйти. Но все, что у него из богатств имеется, это одна возможность нажать стику, в которой только три заряда, и все. Ну что, так-то три рунки забрали, поэтому экономика потихонечку у форвардов идет в гору. Уже вторая удачная для них стадия рун, и две тысячи преимущества, как итог, есть. Да, действительно, шесть рун, грубо говоря, за эти первые пять минут получают парни. Да, против двух. Это довольно-таки большое преимущество. Ну, не сказать, что действительно вот сейчас каким-то образом вот эти вот две тысячи могут сказаться на конечном итоге игры, конечно, но, с другой стороны, форвард гейминг могут просто их не отдавать. И если на десятой минуте они выйдут с преимуществом тысячи в три, то можно будет уже явно сказать, что стадия лейнинга ими выиграна, и так просто спушить командой Team Team, как мы говорили, еще на стадии пиков, уже не получится. Ивар, куш сейчас сорвал небольшой, и он срезал рунку, который... Рунку Вар, который только-только поставил Иксмайка, еще и получил по голове. И сейчас еще Иксмайка могут забрать, и его заберут. Попался, который кусался. Ну, отличная реализация руны от Ивара. Хаста вышла на ура. Да, наверное, Ивар получил по голове. В смысле, не Ивара, Иксмайк как раз-таки. Все правильно. Ну, Джакира возвращается на линию. Будут пытаться все-таки во что бы то ни было не отдавать свой Тирадин Тавр, но если вот сейчас кто-нибудь еще на верхней линии из героев умрет, скорее всего, Тирадин Тавр смогут спушить форварда. Цепляют Разора, Роя, высасывают дэмэдж из Юниверса, и скорее всего уже, ну, дэмэджа будет недостаточно у Као Снайд для того, чтобы забрать этого Разора. Тем не менее, телепорта можно сбить. Телепорт сбивает, стрела залетает. Отлично, втроем все-таки сбирают. Коргероя команду Тим Тим. Можно будет Тавр подломать. Там же Келин Спири имеет, так-то это серьезное заявление. Кошка довольно быстро разгоняется, и какой-нибудь ранний имейл Штром очень сильно испортит ситуацию для команды Тилу Тиме. Ну и так-то при этом Тираблейт какого-то ощутимого перевеса не имеет, но хотя он начал фармить. Ушел Евар с линии, у него появились крипы, он вышел в лес, так как вкачал уже третий уровень контуры мажа, он уже может это делать абсолютно без проблем. И если смотреть по общей ценности, то у него отставание на тысячу с небольшим золота есть от оппонента по Амиду, и от резолюшна еще больше, он вообще почти фрилейн стоит. Непонятно вообще, может пока Террор на что-то надеется или нет, но если его не будут трогать в ближайшие минут 5-10, то я думаю, что хороший бой дать он сможет. Мы с вами бой. Действительно, пока пытаются всеми силами его фармливать лес, Торрблейт, в принципе, с иллюзиями может это делать довольно-таки быстро, но вот проблема в том, что Лондруид уже скоро доделается Мидас, нет, у него уже есть Мидас, и такими темпами появится еще и Радианс. И вот против Лондруида с Радиком и Мидасом, наверное, так сильно не поспоришь в плане Нетворсов, потому что действительно, возможно, здесь будут проблемы. Так, Юниверс, за Юниверсом Погоня, но Юниверс от Погони уходит, я слышал, что там и статик линк был использован, и пытался цеплять Джакира, видимо, от всего замансил этот игрок. Да, причем статик линк вообще никакого урона не успел отнять, так что была полностью потраченная способность, полностью провальная попытка. Но Т1 вышку уже здесь несли, поэтому небольшие неудобства по позиции использовать можно командой форвард, и в том числе вот эти наглые выходы в лес, которые можно, например, как-то немного останавливать. И Евар, кстати, уже на другой линии оказался, забирает здесь третью позицию команды Тим Тим, и Дарксир также становится жертвой. Ну, так-то неприятно получается. Еще скоро десятая минута, если они еще опять три руны возьмут из четырех, то будет совсем для них красиво. 5000 преимущество. Очень легкая игра, может быть, для форвардов, если они не остановят темп. А Лондруид тоже может собраться в... Ага. Хотел сказать, собраться в фастпуш, но он покупает рейдинг себе, по крайней мере, ставит в квикбай. Но это тоже вариант хороший для нишки, для того, чтобы держаться самому на более безопасном расстоянии и толкать в первую очередь мишку вперед. Все-таки стратегия через Милл Штром, она работает хорошо против крипов тоже там. И раньше, когда она давала скорость атаки, можно было неплохо подраться, но Рейдинс в этом отношении немного постабильнее. Да, с Рейдингом действительно можешь легче подпушивать линии, да и фармишь ты быстрее, по идее... Ну да, быстрее, чем с Милл Штромом, это явно. Попытаться засыпить Дарксира сейчас Медведь с Медведем, Дарксира цепляют, подходит также еще Явар, стрела есть, но это будет минус Бракс. Но все же пока правлят Стерну. Ну и вот те самые довольно-таки сильные рейтинговые игроки, довольно-таки сильные памеры пока проигрывают команде Форвард Гейминг. Стадию Лейнинга прям вообще в сухую, 7000 преимущества на 10-й минуте, это слишком много, я не знаю, как это отыгрывать. Если форварды не ошибутся, где-то и не подставятся совсем по-жесткому, скорее всего, Тим Тим все же победят в этой игре. Ну, рано пить Боржоми, когда речь заходит о Терраблейзе. Он очень часто... Ой-ой-ой, еще и Резолюшный сейчас подловили, и будут его забирать, подставить его просто не будет возможности никакой. Даже стянуться сюда никто не пытается. Он погибает, это фраг для Ас-Семи Боя. А просто Террор может очень многое сделать, если его просто оставят в покое. Даже вот не вопрос в том, что давят его команду, отнимают вышки, а вот сам, чтобы персонаж был в покое. Так что что-то еще может выйти сделать. Но отдали Евару Мирану, а это, как правило, автолуз, когда дело касается квалификаций. Это его лучший персонаж всегда был. И сейчас, я думаю, что тоже... Он именно является плеймейкером, и вот он делал первые фраги. По сути, все пять фрагов команды, это его фраги. Евар. Ну, пытаются зацепить, подзамедлили. Есть, правда, Монлайн Шадоу спит просветить, конечно, это минус Евар. Он даже в инвиз бы не успел идти, скорее всего. Да, да, очень похоже на то. Ну, не ожидал, что здесь действительно целых три персонажа окажутся. Никакого варда у команды Форвард Гейминг ближе к миду нет, то бишь вижена не было, и в итоге действительно подставляется Евар. На этом надо будет какой-то вижен поставить, видимо, команде Форвард Гейминг, потому как вот такие фраги отдавать это слишком много. То есть там 400 голды дали буквально на троих. Сейчас преимущество уже упало до 5 тысяч с 7. Нельзя так видеть. Нельзя ни в коем случае вот так вот Мирану отдавать. Стрики там сбили, 5 убийств. Да, пока работает все именно так. 5 на 4 счет, казалось бы, что не очень сильно, но вот Мирана стриг отдала и деньги потеряла, но все-таки какое-то преимущество она уже имеет. Хотя вот то, как быстро фармит Лондруид, он одновременно и линию фармит, и Лисау спивает, и там, и сям. И как итог, у него огромный перефарм, огромный запас золота, и Рейденс, по сути, будет, я думаю, что в ближайшую минуту, закрыт релик, уже по деньгам практически есть, буквально 70 золота не хватает. Но этот вопрос уже будет совсем плевый. Так что он выйдет на тропу войны, он начнет пушить с той стороны, где сейчас вообще не давят форварды, снизу, и оттуда, я думаю, что будет выходить, пока все другие будут с другой стороны. Хотя он уже перемещается во вражеский лес, и, видимо, предпочел начинать отнимать ресурсы. У противников выфармливали Санни давать пространство для терраблейда, который вынужден зажиматься вот в этих трех спотах у себя на другой части леса. Его могут найти SVG. Ай-яй-яй-яй-яй. Попалю, надо тычку дать. Ну, тычку, смитая-то. Так-так-так-так-так. Все. Ну, минус Тарраблейд. Неприятно. Неприятно. И снова вернули 7000 форварды. Вверху в это время начинается драка. Подзамедлили. Резоля. Ну, пытаться хоть каким-то образом этого лондруида засейвить. Резолюшн пока что еще без Радианс. Не купил себе даже Сакрыт Релик. Так, очень неприятно будет сейчас умереть. Закатываются. Очередной раз. Спасает пока что Кеос Найт. Но не получается спасти этого лондруида до конца. Есть паста на SVG. Пошел в Илло Виз. Попытаются ответить. Будут цеплять также еще и Нью Шаман. Нью Шам в Таверну. Полетела стрела под Розора. Розора тоже умирает. Ну и Тарксира должны развалить. Бракс не должен отсюда никаким образом улететь. Куда ему деться? У него манна-то только сейчас соуринг появился. Идеальный выход от котла. Просто шикарный получился ультимейт. И благодаря этому законтролились все. Вот даже ничего не успел сделать Бракс, чтобы выйти из-под этого ультимейта. Так что 8000 преимущества уже легко накапливаются. И так-то вот действительно просто террор даже до какого-то первого сознательного предмета может не дожить. Да, он собирает сейчас себе Драгонлендс первый какой-то выход. Но там уже понадобится БКБшка. Там уже понадобится манта, статы. И слишком много всего просто от него требуется одновременно. Сложно играть на вот таком вот не расфармливом Трэрблейде. Отчасти это все же герой темпа. То есть наподобие Урсы. Грубо говоря, если у тебя не появится какой-нибудь артефакт на статы минут до 20-й, то у тебя начнутся большие проблемы с выживаемостью. Просто потому что оппонентов твоих уже слишком много урона для того, чтобы тебя не пробивать. И Лондруид пытается всем всеми силами этот урон себе выфармить. Вот, конечно, такие размены, когда 1 в 3, когда у тебя все-таки умирает керри, очень неприятно. То есть на минуту на 2, наверное, отсрочили сейчас появление этого Рейдианса. Они немного мешают, но Резоль в таких ситуациях обычно справляется. То есть вот просто сейчас отошел в лес, дофармит себе спокойно Радик, и уже придет драку только лишь с ним. Ну, с учетом того, что он потратил время на покупку Мидаса, оккупаться он явно ближайшие 10 минут еще не будет. Он очень хороший тайминг, все равно Рейдианса выводит. Но да, эти две смерти, они сильно замедлили его. Ну, по крайней мере, стемпы сбили, как ты правильно сказал. Есть Moonlight Shadow, еще находится Никс практически... Ой-ой-ой, есть Observer. Спалились Маки и поняли, что что-то не так, прожимают Дасты, увидели Никса, Никса ступает назад, у него по-прежнему есть шанс нажать Виндету и оттуда выйти уже, но пока на нем висят Дасты, он этого просто не делает. И можно зацепить попытаться Земелю, Земель укатывается очень далеко, Вилу Виспо опять получается очень хороший по двоим персонажам. Да, сами бои сейчас выцепят в первую очередь, нужно забирать его до того, как он начнет свой ультимейт, но по сути фокусит только одного Икс Майка и то это делает Резолюшн с безопасного расстояния и попадется, возможно, еще и сам МСС, который удачный ультимейт поставил. Пока файт приобретает неожиданный поворот, СВД тоже очень лоу КП отходит назад, Ивар тоже явно файт не вернется и Юниверс тоже может пострадать, ему нечего откинуть, ему нечего показать, попытается драться до последнего, но он просто не передавил одного Земелю и как итог это размен 1 в 3 и как бы Мишку не забрали. Мишку заберут, скорее всего, улетел уже сам Лондруид, действительно, Медведь тоже умирает, нового призвать есть у Резолюшн, так что, в принципе, не так критично Медас использует. А толку-то 300 золота отдал, о чем зря, и отдал его Разору причем, кстати. Да, ну, было бы просто еще критичнее, если бы он сейчас себе нового призвать не смог, и Медас, собственно, по таймингу заезжает тоже. Сейчас у него уже есть деньги, на самом деле, на Сакрит Релик, потихонечку себе его несет. Наконец-то с Радиенсом начнут подпушивать форвард гейминг, и драка проходила без Радика, и если был бы Радик у Лондруида сейчас, то кто знает, как эта драка бы повернулась, потому как там миссы, там, опять же, большое количество магического урона, на такой ранней минуте это могло бы очень сильно зарешать. Ну, и как будто бы не договорились, кого фокусить, и Медведь напал на одного, изначально Миллоу Бисп зацепил других, то есть как-то там не очень все скоординированно вышло. Возможно, если бы они зафокусили изначально Тираблейда, пока была возможность, этого бы дэмэджа не было в файте. По сути, самый большой дэмэдж файте на него, господи. Если бы вообще всем промахнулся, чем можно было. Ну, вообще, МСС хорошо отыграл в предыдущем файте, то есть он поставил свой Виллоу Висп только лишь в тот момент, когда была закастована стенка, дабы под эту стенку не подходить, и вроде как они закастовали уже Виллоу Висп для того, чтобы просто, ну, то решили повернуться. То есть у них были все шансы после этого Виллоу Висп уходить, но они недооценили силы своего оппонента и решили, что сейчас всех тут раскрошат. Вот что у них вышло. Им было хотеть отворачиваться, когда у них была очень даже обоснованная уверенность в том, что они всех перебьют. Но вот как-то отпор получилось сдать, получилось выйти из-под ультимейта и там уже развалить. По сути, все умирать-то начали уже не на половине Тим-Тим, а вот на своей части хайграунда, поэтому проблемы возникли. Х-майка здесь подцепить получилось, но убивать его явно не собираются, просто занимаются Т2-вышкой. Это последняя вышка на миде, это еще две внешние вышки по нижней линии и, возможно, они будут воевать уже за Т3, особо туда не заглядывая, чтобы отжать еще и шрайм. Вообще, преимущество 9000. Вот мы иногда на 30-й минуте говорим, что 9000 это довольно-таки немалая цифра. А сейчас на 18-й. И это прям критически. То есть, перефарм слишком жесткий. Да, для 18-й минут это очень сильная цифра. Причем, правда, закономерность пока этого патча показывает, что тот, кто перефармливает на 10 тысяч, начинает в мидгейме перефармливать на 10 тысяч, он, как правило, игру не проигрывает. Я еще не видела ни одной игры, которую можно было проиграть. Я чекала графики остальных игр, чтобы проверить эту закономерность. И действительно, если ты добрался до 10 тысяч, твои шансы близятся к нулю. Комбэк-то уже особенно если у противника Медасы. У него просто получается поддерживать себе хороший экономический уровень. Ну, а пока Лондурит взял себе Владимир. И это, кстати, хороший предмет для того, чтобы пойти командно подраться. Евар с руной Инвиза попытается сейчас, возможно, кого-то найти, дать хорошую стрелу для начала файта. МСС также с ним рядом. Пока никакой смоук не использован. Внизу, кстати, видят сейчас освиджить Тараблейда. Наверняка должны стянуться к нему. Но здесь стоят два варда. Прямо вот две башни-близнеца. Но нет. Нет. Спалились. Спалились на всех самых двух вардах. Попытался зацепить освиджи. Опять же станом промахнулся. Неудачно получилось. Просто потеряли время. На сцену боя выйти не удалось. Ну что, продолжат фармить, насколько я понимаю, форварды сейчас. Вообще, по-хорошему выйти бы на Рошана просто-напросто после удачной драки. Сбирать они его, по идее, могут. Да, только эту удачную драку теперь надо завязать. Есть такая надежда. Видим то, что форварды передвигаются вместе на половину врага. Рядом МСС. У него ультимейт есть. Самое главное подержаться немного на рейнджеву. Сейчас можно поставить хороший велоу висп, но кроме медведя резолюшена пока дайвить никто не собирался. На него особо не байтится. Понимает, что не пробьют. Понимает, что это может кончиться плохо. прожимают ультимейт. Можно развернуться, но они прямо под вражескими сентриками находятся в большом количестве. И их прекрасно было видно сейчас. Я думаю, что об этом поняли, как только перебили обсервер вместе с сентриком на вражеском микро-хай-граунде, скажем так. Ну что ж, 21-ая минута игры. Пока тенденция игры абсолютно не меняется. Действительно, форварды ведут. И форварды действительно сейчас в виде таких настоящих форвардов. Как бы это каламбурно не звучало. Ну что ж, ждем. Ждем каких-нибудь ответов от команды Team Team. Пока никаких смоуков они даже не пытаются использовать. То есть, видимо, планируют как-то переформить, возможно, с Дарксиром. Да, им выгоднее чуть-чуть подождать. Хотя бы ВКБ на Террабейде после этого уже идти. Потому что магического урона здесь на самом деле очень много. Здесь и хотел в тебя вольет с одной волны на четверть хп. Тут может и Мирана влететь, и две звезды попадет, и все, ты считай, минус половина хп. И ЦК может неплохо со стана прописать. Тут всякие вещи бывают. Так, полетела. Стрела попадает с имя боя. Успеет ли он нажать Сандер, как только развернется? Не успевает. Погибает. А три минус кэри команды Team Team. И теперь уже Бракса тоже можно будет цеплять. Но он как-то жирноват оказывается под Римсой. Но зато ультимейт от МСС опять решает эту проблему. Отлично. И третий раз уже такая инициатива от Киперов Делайта в файте, которые дарят еще два фрага. Да, и МСС отдают даблкил. Действительно, получилось все. Очень-очень удачно для команды Форвард Гейминг. Будут забирать моментально Тир-2 Тавр. Никто им помешать уже в этом не сможет. Но вот Team Team как раз ты говорила, что много урона, и почему-то они пошли на Т1 Тавр оппонента. Абсолютно непонятно, почему с таким перефармом они собрались это делать, тем более без какого-либо вижена вообще на стороне оппонента. Ну, они, возможно, ждали около Рошана своих соперников, ждали довольно грамотно на хайграунде, но вот один выйдет с Эмми Бой. Все-таки, знаешь, когда дело касается стрелы Мираны, ты до последнего будешь уверен, что ты сможешь ее задолжить. А она дала ее практически в хор. Ну, там, тем более, чужой стан это было, и выйти оттуда было не так-то просто. И даже когда ты попадаешь под стан, у тебя остается надежда, что ты нажмешь Сандер. А здесь ничего и не получилось. Ну, да, вот просто пока не появится БКБ, шансов, наверное, дефис что-то вообще нету. Но больше форвардам ничего не нужно. У них есть еще как минимум четыре строения на внешней стороне карты. Тут тебе и две вышки, и два шрайна, и Рошан еще стоит нетронутый. Так что заняться не с чем, и ближайшие минуты три, я думаю, что они тим-тимов не потревожат. И даже вот наоборот, в этот момент им стоит попробовать навязать драпу и не давать вот столько ресурсов забирать на халяву команде форвард. Опять же, сложно подраться, очень проблема. То есть демэдж ты, по идее, наносишь с метаморфоза у Торраблейда, если Торраблейда можно вот так вот спокойно законтролить и зафокусить, то что под метаморфозой, что без метаморфоза, он будет очень-очень быстро умирать. То есть нужна подсоунка грамотная команде Тим-Тим на этот момент. И точно уж не выходить как-то на Тирадин Тавр на мидл-линии в тот момент, когда ты знаешь, что ты играешь против Никса, против Каос Найта, двух уже хороших станов, плюс под это все может залететь стрелами раны. То есть изначально может навязывать команда Форвард Гейминг? Может. Но вот как раз проблема отсутствия такого адекватного танка. По сути, у команды Тим-Тим самый жирный сейчас Разор, наверное. Ну, средняя жирность. И Разор чуть-чуть жирноват, и Дарксир что-то может показать, и сам Тераблейд 28 урона и армора имеет. Но проблема в том, что, наверное, нужна еще Пайпа команде. То есть была Кремса, и через Кремсу Мирана вообще не пробивала. Но есть еще вот этот магический урон, которым можно заберстить такого довольно тонкого по количеству ХП персонажа, как Тераблейд. И все. Вот если бы была Пайпа, его бы подсейвили, у него была бы лишняя секунда как минимум, и он бы нажал свой чертов санды. Но пока не получилось. Кстати, Никс Ассасин спалился на миде, под своим сантливом прошелся, и никто это никак использовать в любом случае не сможет. Вижена уже на той части, где он бегает не особо много. Ну что ж, попытаются закомпетчить Тим-Тим именно за счет Тераблейда. Действительно, Тераблейда сейчас умирать никаким образом нельзя. Ты сказал по поводу того, что это невероятно сильный персонаж. Мне почему-то сразу помнился момент, когда Кастабиль просто один в пять. Видел, наверное, этот клип? Один в пять просто разбирается с командой оппонентов, буквально под своим троном, когда там преимущество за оппонентами, наверное, тысяч в тридцать. И будем надеяться на то, что здесь такие же красивые мы увидим от команды Тим-Тим. Правда, это очень маловероятно, такого никогда в жизни не было. И вот опять. Все в ультимейте МССа кого-нибудь выцепить нужно в первую очередь. Бракс попадает, его избивает пока что под фантазмом. Да, пока что тут еще нападение на Иксмайка есть, и возможно его смогут забрать. В этот раз успел ультимейт торжествовать в Тираблейд, отходит назад, и да, если бы он его не нажал, он бы погиб также вместе со своим тиммейтом. Иксмайк погибает первым, остальным удалось спастись. Но вот опять же, не было какого-то централизованного нападения. Один в одну сторону бьет, Юниверс избивает Бракса, в то время как остальные бьют Тираблейда, то есть получилось не очень красиво. Да, ну получается размен один в один, плюс еще байбэк для Никс Ассасина, тем не менее, ну вот проблемы, проблемы сейчас могут быть у Юниверса, нет, Юниверс закатился, распирит слишком далеко, прям таки потир один Тавр, но Тавр его пока не бьет. Роя абсолютно ничего не боится, пытается прессовать оппонентов. SVG, неплохо было подстанить сейчас с Эммибоя, есть, правда, Саленс, опять же, по Никс Ассасину, и в итоге все выходит не очень приятно. Снова SVG промахивает Сосаном, действительно очень многое выйдет от Рарбейт. Тирадин Тавра, скорее всего, все-таки лишатся форвард гейминг, наверное, надо бы уже отсюда еще и отойти, хотя нет, нет, подтянулись с фланга, Явар вместе с Резолюшеном цепляет все-таки Эммибоя Спирита. Да, Земель далековато зашел просто, он укатиться попытался, но ему не дали это сделать, он остается на месте, его обратно стягивает Юниверс, и Кио знает, просто не мог дальше пойти, да, ведь у него не было больше Фантазма, вот, подождать, пока кто-то подставится, вполне, поэтому Саппорт попадается, это минус еще одна именно саппортящая позиция, и как итог, контестить Рошана втроем нереально, тем более, что у него ХП осталось совсем мало. Ну вот, с Тереблейдом очень хорошо работает Микказом, в плане того, что ты можешь буквально с Микказом засейвить Тереблейда, и он успеет поражать Сандера. Вот в предыдущей драке это сработало от Роспирита, а вот сейчас себя он уже засейвить с этой Микки не смог никаким образом, потому как, ну, все-таки кулдаун, и надо пытаться просто драться, наверное, даже здесь в форвард-гейминг, не только лишь по кулдауну Метаморфозы, но и по кулдауну Микказма, потому что пока, ну, прям, хватает урона для того, чтобы Тереблейда по-быстрому разобрать. Ну, все-таки дождаться Микки гораздо проще, чем Метаморфозы. Кстати, появляется БКБшка, вот это может быть уже очень хорошим шансом, но у Мираны уже серьезный уровень, 15-й, скорость атаки должна быть очень хорошая, потому что вкачала талант Слипа, и, соответственно, союзники тоже могут что-то сделать под этим вопросом. Но вот эта БКБшка, она, по крайней мере, даст шанс Террору нажать Сандер лишний раз. Ему экспы очень не достает, думаю, что вливать на него нужно по максимуму книжек, и 25-й уровень может стать для него вот именно основой для камбэка, потому что выживаемость может стать очень серьезной. Слишком много Сандеров можно будет нажать в драке, соответственно, убить его, возможно, не так уж и быстро получится. Но там уже будет вопрос о коротком БКБ к 25-му уровню, если игра дотянется, у него уже точно будет 5 секунд, и какие-то проблемы и в этой части возникнут. И, кстати, Пайпа у Дарксира будет появляться, но она начала собираться только сейчас. Хотя деньги, я думаю, буду для него найдет, где пофармить. И Кираса появилась, насколько я видела. И с чем. Я так понимаю, что... Не заметил просто, кому конкретно она полетела. У Друида, наверное. Слушай, мне кажется... Да, у Друида, у Медведя. Да, 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 Друид действительно себе ее забрал. Ну, Резоль двигается уже со своей командой по боту. Тир-2 тавра будут забирать. 28-ая минута и 24 тысячи преимущества. И... Что ж, пора заходить на хигграунд, наверное, даже команде Форвард Гейминг, либо попытаются подождать. Я не знаю, что вы ждете. А чего ждать? А Егис есть, все способности есть, все предметы необходимые есть. Кираса, опять же, очень хорошее поспорье для Пуши. Это минус армор по вышкам. И уже видим, как вышка начинает гореть. Минус пятая часть ХП. У Резолюшина Медведь немного пострадал. Минус 63 дэмэджа. Но не важно. Медведь даже ради корней всегда может заходить, поэтому хоть весь дэмэш откачать. Самое главное, Розору слишком много не отдать. Но Розор уже успешно переживает эти 63 дэмэджа. Сейчас у него будет заканчиваться действие его статик линка. И план у него тоже, конечно, колоссальный. Кираса. Владимир только после. Но, возможно, я думаю, что он сначала на Владимир нафармит. Так или иначе, нужны байбеки, я думаю, сейчас. И посмотрим, как ситуация встает у Тим Тима. А у них байбеков вообще нет ни у кого, кроме земелья. Вот это очень плохо. Нападают на Розора. Розор Юл Септер прячет себя. Отходит назад. Пытается немного надомажиться еще с ультимейта. И Вар получает дэмэдж с ультимативной способности, которая наносит очень много физического дэмэджа. И выходит теперь уже после Айегиса обратно Ивара. И я думаю, что будет отступать. Еще не закастован Вилу Виспа. Есть еще и рефешер, между прочим, у Keeper of the Light. Так что можно будет попытаться еще подраться. Есть запас прочности. Трейд пока живет. Действительно, Black Mabar у него еще есть. Так что сложно будет каким-то образом его убить в ближайшее время. Расстрелять, как говорится. Да, да. Пока отходят, скорее всего, в Forward Gaming. Хотя ждут крипов, ты посмотри. Неужели планируют заходить? Ну да, есть же Вилу Висп, по-прежнему еще две штуки. Да, нет фантазма, да, нет у Мираны достаточного количества липов, чтобы безопасно войти и выйти из файта. Ну, а я думаю, что пока ждут либо откатиться, либо можно просто давить по двум сторонам сразу. На топе еще стоит Т-3 вышка, поэтому там можно мишка потолкать. Хотя бы за счет рейденса в линию. Ну и байбеков просто нету. То есть единственное, у кого он был, он его потратил. Остальные все в шаге буквально от него. Вот хороший праг какой-нибудь, и байбеки появятся. Например, Евара подцепить не получилось. Он липнулся, прожал бы КБ. Теперь уже влетают на SVJ. Он много хп успел потерять, но под контрапасами выходит из-под эпицентра файта. Погибает опять же уже с байбек и зелели. Он не вернется больше в эту игру, и также погибает если с ним и враг слишком сильно поставился. Дарксир уже ничего нельзя с ним сделать. И также погибает отсюда. И скорее всего еще и Разора заберут. Ты посмотри, летит за ним стрела. Стрела попадает. Отлично сыграно. Самибой в это время под Виловысп попадает. Второй Виловысп оказался все-таки похоронным для команды Тим Тим. И это минус две стороны, по крайней мере. Да я думаю, что тут джига можно написать. Может подождут ради приличия, но по сути вот есть байбек появился благодаря вот этим убийствам у Террора. Есть еще немного золота, чтобы появился байбек у остальных, но после смерти у них уже может оказаться так же невозможным. Да, действительно, они просто говорят GG. И проигрывают первую карту с разгромным преимуществом от их соперников. 35 тысяч золота перефарма на 30-й минуте 23.9 и это полный провал от Тим Тим. Все-таки их передавили на скелле, на опыте и на сигнатурках. Ну вот, слишком агрессивный, слишком сильный пик оказался у форвард гейминг. И я теперь знаю еще одного замечательного персонажа против Дарк Сира. Это не только лишь Дум, который впитывает в себя кучу урона, регенится там по 40 хитпоинтов в секунду, но еще и тот же тот же Лонд Руид. То есть его тоже можно очень часто пикать. То есть он получает дэмэдж, по сути, на Медведя, сам никаким образом не проседает и выфармливает себе быстрый Медас. По сути, здесь было несколько проблем изначально в Тим Тим. Во-первых, Тераблейд. Мы поставили его на мид, но по сути, это было меньше зол, который вообще можно было здесь соорудить. Не знаю, почему к нему какого-нибудь из саппортов не пригнали, но по сути, куда бы его не поставить, на какую из линий, ему все равно было бы плохо. И они попытались организовать ему наименьшее плохо. И все равно у Тераблейда все вышло плохо. Ну, это логично. Как правило, Тераблейды могут проигрывать лейнинг-стадию в Салата, после этого переворачивать игры. Но здесь форварды оказались агрессивнее. Слишком много денег отдали Лондруиду. Вот тот момент, когда отвозил брак скрипов за Т2-вышку, как обычно, и фармил их там, это был слишком большой плюс для Друида, потому что, как мы обсуждали на стадии пиков, это один из тех персонажей, который может танковать скрипов, спокойно фармить, чтобы под вышкой они не умирали, чтобы линия спокойненько держалась, и он успевал все. То есть он вывез много денег и дальше даже больше того, потому что одновременно фармил и лес. Мирана была оверфарм, потому что она наубивала за первые 10 минут, 5 фрагов сделала спокойно. Ну, а Юниверс у него просто была спокойная такая фармящая линия. Да, поначалу ему мешали, но пару выходов от Евара, и он спокойненько вывез первый свой Медас, и после этого остальные артефакты. Ну, то есть слишком много ошибок, усугубили и без того бедственное положение от Тим-Тим, и как итог надо ждать их от игры на следующей карте, или все-таки они будут покидать Квалу? Действительно, посмотрим, что они будут делать на второй. Вообще, пока хочется отметить, что Юниверс себе, наверное, уже чуть ли не в каждой игре собирает Медас и превращается в такого третьего кор персонажа. Работает это все очень хорошо, потому как даже если бы были шансы у команды Тим-Тим в мид-гейме, то в лейт-гейме у них шансов бы не было абсолютно никаких, потому как что Резоль, что Явар, что Юниверс все же играют на очень-таки сильных персонажах в поздней стадии игры. Ладно, друзья, уходим на небольшую рекламную музыкальную паузу. Очень скоро к вам вернемся уже со второй картой. Никуда не переключайтесь.